Продолжим обсуждение этой темы. Большинство временных строительных ограждений в Перми содержатся с нарушениями. Это итоги проверок мэрии после ЧП, в котором погибла женщина. Эксперты администрации обследовали временные конструкции ограждений, установленные рядом со строительными площадками или около домов, в которых ведется капитальный ремонт. Исследовали все районы Перми. Ну и две трети конструкции содержатся не по правилам. Почему так происходит и главное, что делать, чтобы избежать такого же ЧП, к примеру, которое произошло на Красново. Сейчас обсудим с экспертами нашей студии. У нас в гостях Дмитрий Шишков, заслуженный строитель России, а также Анатолий Пешков, юрист в сфере ЖКХ. Господа, приветствую вас. Добрый день. Спасибо огромное, что нашли время поучаствовать. Не будем говорить про конкретную трагедию. Мне хочется понять вот эти две трети конструкции с нарушениями. Вот, не знаю, для вас это вообще ожидаемая такая история была. Я понимаю, что в нашей стране уже, наверное, ничему удивляться. Дмитрий, вот к вам, наверное, вопрос первый такой. Ну, еще раз скажу, что я эту динамику наблюдаю уже 10 лет, как по линии опоры России, и по общественной палате, и по всем другим структурам, в которых я являюсь как эксперт общественник. Динамика идет все хуже и хуже, как бы, то есть к ухудшению, потому что строительная отрасль катится в Тартарарын, в Пермском крае, по крайней мере. У нас очень много контролирующих органов, различных проверяющих, но результата как такового нету, начиная от того, что как бы сам подрядчик должен, в принципе, сам себя контролировать, да, как бы, потом у него есть там строительный контроль, если это там строительная часть, да, как бы, есть надзорные органы прокуратуры, есть надзорные органы там в тех или иных структурах, там УКСы, там, я не знаю, различные инспекции и куча-куча-куча-куча всего. У нас, когда нужно законтролить, всех задолбают, по-русски говоря, да, а когда это все бесконтрольно, безответственно и нет никаких последствий, вот оно все к этому идет. То есть у нас, я думаю, что даже не две трети, у нас намного больше конструкций, то есть вот я уже очень много там по линии общественной палаты, как бы, составил актов различных, да, когда ты идешь и просто там забор падает, ограждение строительной площадки, ты пишешь в Минстрой, значит, там, или в УКС города, как бы, да, а тебе отписываются, да нет, как бы, там все нормально. А сколько таких заборов еще может упасть? Да, как бы, есть фото, видео, фиксация, да, то есть я прикладываю эти все, они там отписки просто пишут, и результатов-то нет никаких, понимаете, как бы, и с фондом сколько я боролся, и писем сколько написано по линии общественности, да, что, как бы, вы не контролируете, у вас есть стройконтроль, который тоже не контролирует, формально ходит, а ответственности нету никакой. Анатолий, чья зона ответственности это? Вот давайте разбираться вот в таких домах, временных конструкциях, где проводится капитальный ремонт. Ну, конкретно, если вот эту ситуацию разбирать, здесь, конечно, в первую очередь, зона ответственности подрядной организации, которая проводит работы по капитальному ремонту. Они при проведении работ должны обеспечить безопасность их проведения, безопасность гражданам, предотвратить повреждение имущества третьих лиц, ну, и в том числе, вот, всяких таких ситуаций. Ну, собственно, эти конструкции не для этого и предназначены. Они считаются как, по ГОСТам, защитные строительные конструкции. Враги сами являются опасностью. Вот, ну, две трети. Здесь можно отметить, да, что существуют для них определенные тоже требования и стандарты, по которым они должны строиться. И, соответственно, как раз таки, если в плане контроля говорить, то, в первую очередь, сам подрядчик, он должен сделать такую конструкцию, понимая, что она делается для защиты, ну, здесь в первую очередь, гражданам, потому что они ходят под кровлей до ума этого. Если что-то упадет при проведении работ, то эта конструкция не должна допустить падения человеку на голову, грубо говоря. А при сдаче этой конструкции они не должны сдать какой-то документ, бумажку? Мы построили временные конструкции, управление фонда капитального ремонта, держите, вот у нас все аккредитово. Еще раз вот отвяжу слова. То есть, во-первых, у фонда капремонта контракты вот такие. Там прописано все, вплоть до того, что как чихать правильно надо, да. У них есть строительный контроль, который проводится, который должен выходить, и освидетельствовать эти скрытые работы и ответственные конструкции, они должны составлять акты и фиксировать. Если есть нарушения, они обязаны писать. Ну, стройконтроль в фонде к своей формально подходят многие, потому что, когда я там контролирую, да, то есть я пишу там Талмуд, и у меня фонд просто пишет, вы задолбали меня своими письмами, да. А подрядчик приходит, говорит, вы зачем так слишком сильно контролируете, у нас другие не контролируют так, как вы контролируете, понимаете? То есть мне в лицо так говорят. И о фонде есть же тоже ответственный, к каждому объекту прикреплено ответственное лицо, которое тоже в свою очередь должен контролировать, выходить на объект и писать эти замечания. Но когда ты пишешь письмо, тебе там отписку говорят, да, как бы, или в лучшем случае перешлют это письмо подрядчику, да, как бы, или вообще никакой реакции нет, ни штрафов, никакой административной ответственности нет. Они не занимаются, им некогда этим заниматься, они не успевают даже делать то, что как бы делают. То есть второй потенциальный виновник – это как раз фонд, который принял эти… Второй потенциальный – это строительный контроль. Технозор, то есть по условиям проведения этих работ подрядчик приступает к работе, когда уже сделана согласованная проектно-сметная документация. Причем из нашей практики, допустим, оборудование вот таких защитных конструкций, оно тоже должно включаться в перечень тех работ, которые проводятся при капитальном ремонте. Я остановлю, там еще есть, должен быть разработан ППР, проект производства работ, который также согласовывается и с фондом, и с стройконтролем, в котором прописано все это, как монтируются леса, как они крепятся. И с фондом стройконтроль согласовали же вот эти две-три объекты, которые с нарушениями. Да, и поэтому здесь вторая организация, как раз это организация, которая осуществляет строительный контроль. То есть их фонд также привлекает как раз для этих работ, как специалистов узких. И они должны все эти работы отслеживать и контролировать, соответственно. Причем тут даже если смотреть и со стороны безопасности, можно, а со стороны денег тоже можно посмотреть. Подрядчик может сэкономить, сделать не ту конструкцию или не ту работу провести, которая предусмотрена проектной документацией. По факту сэкономил, но он это сделал неправильно. То есть в случае ЧП он будет виноват, понятно, раз он заменил материалы. В любом случае. А если у него все конструкции соответствующие бумаги, то тогда уже зона ответственности строительного контроля, которые приняли эту бумагу. Тут зона ответственности. Я понимаю, что каждый случай тоже индивидуально. Тут все индивидуально, потому что та проектная документация, которая выдается фондом капремонта, просите за выражение туалетной бумаги, по большому счету. Как я фиксирую уже много документаций, которая прошла через руки, там просто идет, лишь бы выдать, да, фонд, не успевая ее проверять, выдает ее в конкурсную массу, подрядчик, выигрывая конкурс по этой документации, даже не пишет замечание, заключает договор, начинает работать. А потом в процессе начинается, а тут проект плохой, а давайте перезагласуем, и пошла вот эта вот рутина. То есть очень много, начиная от того, что фонд принимает некачественную проектную документацию после выполнения конкурса и выдает ее в массу, вот от этого очень много страдает всего, и всей программы фонда капремонта, о чем я им постоянно говорю. И с Барановым мы сколько раз встречались, и с предыдущими руководителями фонда я все время встречал. Мы бы с удовольствием их спросили, и я их приглашал на эту программу, но, к сожалению, представители фонда отказались поучаствовать. Ну, потому что мне, честно сказать. Анатолий, могут ли жители каким-то образом отследить, я понимаю, невооруженным взглядом, наверное, сложно понять, что конструкция скоро упадет, но, тем не менее, могут ли они как-то повлиять на эту ситуацию? Они, конечно, повлиять могут на эту ситуацию, но это достаточно сложно. Чисто юридически, если посмотреть по порядку, то у нас гражданин вправе обратиться, если он видит какие-то нарушения, причем это предусмотрено в части нарушений пожарных, строительных, любых нарушений, они даже могут не обязательно его касаться. Иду я просто по улице, увидел, что вот здесь плохо что-то. Вот забор падает. Да, я могу обратиться в контролирующую организацию. То есть, в первую очередь, что может делать собственник? Пойти либо житель там, либо в прокуратуру, либо в администрацию районных, например. Я вообще советую всегда веером писать, сразу же во все. В администрацию, в прокуратуру, в инспекцию, в фонд. Ну, это правильнее, чтобы везде. Менять шапку, получается. Не надо прямо в одном теле письма, в разные структуры, как бы одним, и веером, вот так рассылка идет, быстрее. Насколько это эффективно, вот такое обращение? В каких-то случаях эффективно. Во многих случаях это неэффективно бывает. Потому что срок рассмотрения обращения 30 суток, допустим. За 30 суток может произойти, ну, это общий срок. За это время может произойти что угодно. Либо конструкцию могут убрать уже, допустим. Но, опять же, если посмотреть, вот про то, что вы говорили, когда было проведено обследование вот этих строительных конструкций, проводил кто? Получается, комиссия при администрации, в помощи которой как раз ходит контроль за состоянием территории города, за состоянием строительных конструкций и все остальное. Сейчас они проверили, причем сделали это, ну, за достаточно короткий срок. Но они могут это делать и в текущем режиме тоже смотреть и отрабатывать. Потому что их недоработка. Я еще раз скажу, что у нас контролирующих органов и полномочий различных сфер контроля, да, их полно. Но даже та же администрация районная, у нее есть все полномочия ходить и смотреть вот это. То есть она, у них есть специалисты отдела благоустройства, там, жилищного надзора, да, и всех остальных. Они просто не ходят, это не делают. Не хватает кадров там, интересно? Не знаю. Мы городскую администрацию тоже звали, я для зрителей говорю, что мы бы тоже их с удовольствием спросили, почему они не контролируют, они отказались. В практике работы, если сказать, чтобы как раз про инспекции, которая там, вот отдел благоустройства, она называется сейчас административно-техническая, по-моему, инспекция в администрации. Могу сказать, что они территории ходят, обходят, осматривают постоянно. То есть мы, как управляющая компания, допустим, с ними работаем в регулярном режиме. Это и летом, и зимой, и в любое время года. Они осматривают территории. Но здесь, если говорить относительно конструкции, допустим, вот таких защитных, то человек тоже может пойти, он может посмотреть только визуально. Как она качественно построена, он это никак не оценивает. Относительно, допустим, ума там снежного покрова, если про зиму убрать, да, на этих конструкциях, на самих наказыряках, он тоже в ГОСТах прописан. Это он может увидеть. А как крепко она построена, он еще не может увидеть. Дмитрий может заслуженный строитель понять, что инструкция обваливается. Во-первых, не каждый специалист, то есть нету таких специалистов профильных, которые могут что-то понять. Это то же самое, что я приду посмотреть в общепите, там правильно лежит картошка. Я в этом ничего не понимаю, но лежит она, картошка, а как она лежит? Правильно ли выкладка сделана? Там же обветривание какое-то, холодильники или все прочее. То есть каждый должен быть специалистом. А у нас специалистов в отрасли их очень мало. Все хуже и хуже становится. Вообще беда колоссальная. Как избежать, чтобы после таких проверок было не две трети найденных нарушений, чтобы таких ЧП, как было на Красново, было как можно меньше? Что нужно? Во-первых, Дмитрий сказал, что более компетентные специалисты по каждой отрасли должны быть. Неотвратимость наказания должна быть. Моя любимая фраза, неотвратимость любого чиновника, который сидит на месте и отвечает за что-то, он должен понимать четко, что если он где-то что-то поставил, подпись, или не проконтролируя в рамках своих обязательств, он должен понимать, что он понесет уголовную ответственность. Административную. А когда у нас за эти все бездействия никого ведь не будет. Фонд не пострадает, поверьте мне. Фонду не будет ничего. Он скажет, у меня есть подрядчик, вот контракт на ста листах, где прописано все от бинта даватый. У меня есть строительный контроль, специально я нанял для него, тоже на ста листах условно. Там все тоже прописано. Каждый день отчеты писать чуть ли не. Понимаете? Там как бы все. Вот перед, сейчас просто скажу, что 31 числа пришло письмо от фонда по всем подрядчикам. В связи с тем, что с 31 по 11 число фонд не работает, просим ужесточить контроль, каждому объекту прикрепить ответственного лица и контролировать. А после того, как рухнуло, сегодня у меня пришло только три письма различного формулировки, где просим проконтролировать, просим выйти, все закрепления всех конструкций проверить, все нам доложить, ты-ды-ды-ды-ды. Три письма пришло уже за последние два дня. Три письма. То есть забегали, зашевелились. Когда петух клюнул... В стране так часто происходит, в том числе в нашем регионе. Анатолий, нужно ужесточение в этой сфере какое-то? И может быть какое, как вам кажется? Я считаю, что нужно. Это должны быть определенные штрафные санкции, во-первых, в отношении подрядных организаций, если мы говорим со стороны фонда, как заказчика, чтобы они понимали, что за невыполнение каких-то обязательств, грубо говоря, они понесут денежные санкции уже по договору, который заключен, и получат меньше денег в итоге по исполнению контракта. Во-вторых, штрафные санкции именно в плане административных штрафов за невыполнение каких-то обязательств. Но опять-таки штрафы эти не должны быть, наверное, тысячи рублей? Нет, они не должны быть, во-первых, и тысячи рублей. И человек, подрядчик, тот, который работу выполняет, он должен понимать про неотвратимость наказания, если говорить, что она действительно будет, и наказание действительно понесет, если что-то будет делать не так. Но для этого должен быть грамотный контроль организован тоже, потому что, понимая, что может быть наказание, если меня, грубо говоря, застукают на каком-то нарушении, что большой штраф может за это быть. Но я при этом понимаю, что меня особо-то никто не контролирует. Но я все-таки тоже не буду заморачиваться, когда возможно. Спасибо огромное. Анатолий Пешков, юрист в сфере ЖКХ. В нашей студии также Дмитрий Шешков, заслуженный строительной России. Благодарю вас, господа. Дмитрий Шешков, юрист в сфере ЖКХ.